Здравствуйте, дорогие мои девочки! Ну вот снова пролетела неделя, и мы снова с вами вместе. Вы заскучали? Сейчас буду вас развлекать. Мне есть, что вам рассказать, показать. Рассказываю, где я была, чем я занималась всю эту неделю. Но сначала я хочу вас поблагодарить за ваши теплые комментарии, за ваши советы, за вашу поддержку, за ваше мнение. Оно для меня очень ценно и очень приятно. Ну, еще хочу сказать, сразу хочу начать с некоторых комментариев. Многих девочек заинтересовали салфетки, которые я показывала в прошлом ролике, и говорила, что ими можно заменить пудру. И вот пока я не забыла, я сразу их покажу, и просили рассказать подробнее. Но я думаю, что все знают, собственно, об этом. Ну, для тех, кто забыл или не знает, я расскажу. В общем, салфетки выглядят вот так. Смотрите, девочки, я заказала их на Али. Приходят они в двойном экземпляре. Вот в таком пакетике на кнопочке. И еще один пакетик. Без кнопочки просто так вот защелкивается. Всего салфеток 160 штук. И они прекрасно работают. Свою работу они выполняют отлично просто. Сейчас я достану. Покажу вам. Вот такие тоненькие бумажечки. По-видимому, они пропитаны там какой-то рисовой пудрой, я так предполагаю. И прикладываешь их в течение дня. Я не ношу с собой пудру. И если у меня блестит лицо, то я прикладываю, ну, с любой стороны. Одна сторона чуть больше впитывает, другая чуть меньше. И вот так, смотрите. Вот так прикладываю. И все. И эти салфетки впитывают лишний блеск с вашего лица. И прекрасно выполняют свою работу. И одной из двух салфеток хватает для того, чтобы на несколько часов снова ваше лицо, ваша кожа стала матовой. Поэтому, друзья мои, это я сразу с салфеток начала, чтобы не забыть. И оставлю ссылочку в описании и в инфобоксе под видео на эти салфеточки. Кто просил, пожалуйста, заказывайте. Стоят они копейки, но хватает их очень надолго. 160 штук. Когда заканчивается один пакетик, здесь такая картонка внутри. Я распечатываю второй, вкладываю. И все очень удобно носить это, в общем-то, в сумке. Вот так. Ну, что касается того, чем я занималась в течение недели. Да, еще хочу сказать. Сегодня я надела свою новую футболку в одном из роликов. Я вам ее показывала с прекрасным таким принтом со знаком пацифиста. Это отображает мою внутреннюю сущность. Ну, я немножко доработала эту футболку. Она, видите, какая вываренная такая, знаете, очень стильная. И к ней я надела вот такое украшение без всяких там подвесок и так далее. Я думаю, она сюда хорошо смотрится. Очень сдержанная. Такой ошейник можно назвать это украшение. И подходит очень ко многим нарядам. Вот что хочу сказать. Как я доработала эту футболку. Вот смотрите, девочки. Я надеюсь, вам видно. Видите, что с рукавом я сделала. С футболкой было все в порядке. Она довольно широкая, свободная. А рукава меня не устраивали. Они были немножечко плотнее, чем мне хотелось бы. Сидели на руке. А так как я люблю свободу в движениях и вообще в одежде, я этот рукав благополучно распорола. В моем гардеробе обнаружилось платье трикотажное, черное, которое перешло в разряд нелюбимых. Я его разрезала, сделала широкие полосы, зауженные к нижней части рукава и раскроила рукав. И все это, видите, как хорошо получилось. Теперь рукав на месте, свободный, широкий. В общем, то, что нужно. Теперь футболка будет носиться. Рассказываю. Перепрыгиваю с одного на другое. Ну, извините, друзья, чтобы не забыть. Рассказываю, чем я занималась эту неделю. И потом все покажу и расскажу. Будут похвостушки. Без похвостушек ничего у нас не будет. Будут обязательно похвостушки. И еще и какие. Я хочу сказать, рассказать вам, девочки дорогие, что я познакомилась с одной своей подписчицей. Она мне написала в Инстаграм. Потом мы обменялись с телефонами. Она ко мне позвонила. И мы встретились и прекрасно провели время. Женщина эта живет 50 лет в Израиле. Но по-русски она говорит. Оказалось, что она очень приятная в общении. Мне так понравилось. Мало того, что она очень красивая, стильная, так еще и замечательный человек. Бейль, привет. Привет, дорогая. Она, не знаю, как это назвать в Израиле. Ну, наверное, занимается волонтерской деятельностью. Ну, если нет, поправьте меня, девочки, которые живут в Израиле. Она посещает больницу и помогает детям, которые больны онкологией. Она в образе феи приходит к ним и исполняет ихние... Ой, не могу, у меня аж дыхание сводит. Ихние желания. И говорит, что даже врачи... Она приходит в больницу рамбом, приезжает. И даже врачи бросают ей записочки с желаниями. Настолько... Это настолько было трогательно, когда она мне рассказывала. И мне тоже захотелось посетить этих детей и помочь им, чем я смогу. Вот такое вот приятное знакомство. Мы прекрасно провели день, походили по магазинам, сделали покупки. Эти покупки я покажу вам в следующем ролике, потому что не все сразу. Посидели в кафе, пообщались. В общем, я думаю, что я приобрела себе очень приятную, достойную, красивую, умную, творческую, стильную приятельницу. В общем, я очень этим довольна. Спасибо, Вселенная. Я всегда рада новым друзьям. Ну, рассказываю теперь, где я еще была. А была я, друзья, в своем любимом магазине Mia Inspiration. Не секрет, что я обожаю этот магазин. И периодически делаю туда набеги. И на этот раз мы поехали с мужем. Ему нужно было кое-что себе купить. Этот магазин находится в Гранд-Каньоне. Это для тех, кто живет в Хайфе или в Израиле. Торговый центр называется Гранд-Каньон. И, в общем, естественно, без покупочки я не ушла. Давайте, дорогие мои, посмотрим, что же там интересного продается в этом магазине. А потом покажу, что я купила. Давно я не была в своем любимом магазине Mia Inspiration. В этом магазине всегда можно найти что-нибудь новенькое. На этот раз привезли осеннюю коллекцию. Магазин находится в Гранд-Каньоне. На первом этаже. Это я для тех девочке говорю, кто живет в Израиле. Вот, смотрю, 20% скидка на новую коллекцию и 40% на прошлую коллекцию. Магазин очень интересный. Здесь много интересных изделий продается. Даже на манекене видно, как интересно можно собрать образ стиля Боха. В магазине, правда, не все мне нравится. Например, обувь, ну, не всегда у меня вызывает восторг, если честно. Я не уверена, что я бы здесь что-нибудь выбрала себе. Ну, так, может быть, одну или две модели. И то даже не уверена. Эта обувь не для каждой стопы, скажем так. Мягкая пятка, например, мне не очень нравится. Ну, а так вообще интересно. Все изготовлено. Главное, что все из натуральной кожи. И еще я не в восторге от украшений. Потому что, на мой взгляд, они простоваты и ничего особенного. Но это тогда, когда они висят. А когда полностью собран образ, то очень даже неплохо все это вписывается в общий наряд. Сумки, конечно, здесь замечательные. Все ручной работы и выполнены из кожи. Но, на мой взгляд, тоже немножко простоваты. Я бы придумала что-нибудь такое, ну, поинтереснее. Какой-нибудь дизайн такой, чтобы обращал на себя внимание. Хотя, возможно, дизайнер посчитал, что к таким необычным нарядам, какие продаются в этом магазине, то как раз и нужны такие сумки попроще. Вот тоже костюм мне понравился на манекене. Зеленый такой. К сожалению, я заметила его поздно, когда уже выходила из магазина и начала снимать. И только тогда обратила на него внимание. Но, возможно, он дождется моего следующего прихода. И на него будут еще большие скидки. Вот украшения, девочки. Может быть, это, на мой взгляд, я избалована украшениями. Потому как сама их изготавливаю. И поэтому не нахожу их особенно интересными. Простоватый, на мой взгляд. Мог бы дизайнер придумать что-нибудь более изысканное. Ну, мне, например, нравится обилие цветов. Расцветок ярких, веселых. И желтые, и красные, и вот рыжие, и синие. И, в общем, какие угодно. Из всего этого можно собрать именно полный комплект одежды. Продавцы очень умело подбирают наряд и предлагают вещи, которые сочетаются друг с другом. Цветовая гамма, конечно, очень приятная. Такие спокойные расцветки есть. И поярчик на любителя. Я, конечно же, там с мужем. И он, как всегда, мой помощник. Помогает мне показать вам, девочки, комбезы. Кто о чем, а я о комбезах. Люблю я их. Но наша любовь невзаимна. Я их люблю, они меня нет. Я их покупаю, и они тихонечко ждут своего звездного часа в моем шкафу. Но в следующий раз я вам обязательно покажу новенький комбез. Один из многих. У нас уже стало прохладнее и привезли, видите, одежду уже более теплую. Куртки такие интересные, мне понравились. Пуховички. Ну да, вы не думайте, что у нас зимой не носят пуховички. Да, носят тоже. Как я уже говорила, зима у нас не холодная. Минуса у нас нет. Бывает плюс 15, плюс 18. Такая зима. Ну, все равно мы живем в море, у нас высокая влажность. И поэтому кажется гораздо холоднее, чем есть на самом деле. В общем, если попадаешь в этот магазин, без покупки уйти отсюда невозможно. Тем более продавцы очень окружают тебя такой заботой, начинают тебе предлагать одно, второе, третье. И ты включаешься в этот общий азарт. Все примеряют, смотрят, советуются. В общем, очень хорошая такая атмосфера радости, оптимизма и удовольствия в магазине. Уйти без покупочки невозможно. Вещи, которые я выбирала, оценивал мой муж. И говорил, что ему больше нравится, как на мне все сидит. В общем, я была не одна. Была одобрена. Конечно же, я ушла с покупочкой. Довольная и счастливая. Мой муж сказал, что очень ему нравятся эти самые штанцы, которые смущают многим. И он уже к ним привык. И ему кажется, что они очень даже хорошо на мне смотрятся. Это я говорю о том, что когда-то получала такие комментарии, что мужчины не любят такую одежду. А я думаю, что это зависит от каждого человека индивидуально. Есть мужчины консервативные, а мой муж с передовыми взглядами. Поэтому ему нравится все необычное. В общем, очень рекомендую, кто хочет и любит носить такие штанишки, приехать в магазин и купить, выбрать себе что-нибудь интересное. Ну что, девчонки, вы увидели, какой чудный магазин. Сколько там интересных вещей продается. И каждый раз, когда я туда приезжаю, без покупочки не обходится. Но оттуда просто невозможно уйти без покупки. Тем более, там девочки такие приветливые, всегда дадут нужный размер, покажут, что с чем сочетается, посоветуют, как лучше это носить. В общем, чудный магазин. Обожаю. И иногда туда езжу. Не часто, потому что цены там, конечно, довольно высокие. Это дизайнерский магазин. И одежда там необычная, в нашем любимом стиле Боха. Но на этот раз я с покупочкой и не с одной девчонки. По хвостушке. Начинаем. В общем, что я купила. Первое, что я купила, это футболку. Ну, на футболку вот такая вот интересная футболка. Смотрите, с длинным рукавом, трикотажная, хлопковая, с асимметричным краем. С таким разрезиком впереди. Ну, казалось бы, вот для тех, кто, друзья, не знает, что это за магазин. Вот я показываю. Мия Инспирэйшн. В Инстаграм у них есть своя страничка. Можно зайти и посмотреть, что там продается. И заказать себе одежду. Я, честно, даже не знаю, отправляют ли они в другие страны. Ну, возможно, даже и отправляют. Я в интернете, через интернет покупала только одну вещь. Я предпочитаю приехать, померить, посмотреть, получить удовольствие. Ну, пообщаться с продавцами, посмеяться, поснимать. Ну, в общем, шоппинг, вы понимаете, девочки, что шоппинг, это не просто так. Пришел, купил и побежал. Это приятное времяпрепровождение. И поэтому, да, люблю я это. Шопоголики меня поймут. В общем, вот такая чудная футболка. К сожалению, на нее скидка была небольшая. Она была из новой коллекции. Всего, по-моему, 20%. Я не буду вам называть цену отдельно каждой вещи, потому что уже ценники посрезала. Я вам, в общем, скажу, сколько я за все это заплатила. Футболка чудная. Почему я купила такую футболку, вы узнаете, девочки. Вуаля, смотрите, какой замечательный жилет. Выполнен из такой, даже не знаю, как, ну, из стретчевая ткань. Плотный трикотаж. Вот я забыла, как называется эта ткань. Я точно знала, как называется. Ну, в общем, не помню. Живя в другой стране, я точно знала, как это называется. А здесь, конечно, забыла уже. Капюшон выполнен из другой ткани. Все это такое приятное, качественное. И на кулиске внизу собирается капюшон. Кто смотрит меня давно, тот помнит, что в другом цвете, в бежевом, у меня есть точно такой же жилет. И он очень подходит ко всевозможным моим образам в моем любимом стиле. И поэтому я его часто использую. На него была хорошая скидка, 50%. И поэтому без него я уйти не могла. Он у меня был плановый, девочки. Вот так. И вуаля, самая интересная покупка. Самая интересная. Не все, конечно, любят. Но вот такие вот штанцы. Вы знаете, ну, я вам рассказывала, что я ухаживаю за престарелами. Это у меня такая работа. И однажды дама, за которой я ухаживала, то есть работала у нее, она говорила на мои штаны, висячие штаны. Я к ней приходила в таких штанах. Штанцы я их называю, потому что брюками их не назовешь. А штаны вроде бы как-то даже и какое-то совсем не нравится мне это слово. Неприличное даже, на мой взгляд. В общем, а штанцы это уже совсем другое. В общем, смотрите, девочки, как интересно они изготовлены. Вот сбоку вот такой вот край полукруглый, как, знаете, ушко такое, как бывает на боховских платьях. Потом присборены на кулиску. Внизу заниженный шаговый шов. Я знаю, как вы это называете, но будем прилично выражаться. Заниженный шаговый шов. Манжетики, которые подворачиваются, делается длина такая, как нужна. Ничего не собирается на талии на резинке. Ничего не полнит, ничего не собирается на талии лишнего. Потому что здесь штанишки выполнены на кокетку посажены. И, естественно, боковые кармашки. В общем, такие чудные штанцы. Просто прелесть. Я знаю, что они многим вам не нравятся. Но я их не для вас покупала, а для себя, друзья мои. И вообще хочу на эту тему сказать пару слов. Сначала скажу, почему я купила целых три вещи. Потому что, друзья, без этой футболки эти штанцы... Вот так, друзья. Ну, вы сейчас все это увидите на мне. И вы поймете, что без этой футболки уже нет того интересного образа, который я собиралась создать. В этом магазине одно цепляется за другое. Понимаете, как мы все девочки покупаем туфельки. А к этим туфелькам нужна сумочка и платье, и шляпка, и прочее, и прочее. Так вот, в этом магазине именно такая история. Если вы покупаете штанцы, то вы не можете их просто так надеть под что попало. Нужно обязательно составить комплект, чтобы это смотрелось органично. В общем, я очень довольна этой покупкой. И что хочу сказать, затронуть тему того, что мы порой очень комплексуем. Очень нравятся многим эти штанишки, штанцы. И многие мне пишут о том, что боятся их носить. Но, дорогие мои, какая разница вам? Что скажут люди? Не думайте об этом. Просто надевайте и идите. Поверьте, многим людям это нравится. Это даже просто в диковинку, непривычно. Честно хочу вам сказать, что я, конечно, когда впервые их надела, несколько лет назад мне даже не приходило в голову, что я буду их носить. Но когда я их надела, я увидела сначала их на женщине. Я когда-то рассказывала предысторию. Я подошла и спросила, где она купила свою одежду. И она мне рассказала про этот магазин. Я поехала и купила себе первые, такие первые брючки, штанишки. Ну, брючками их трудно назвать, конечно. Такие штанцы такой модели. И сначала я почувствовала себя не очень комфортно. Потому что это была непривычная для меня одежда. И я пошла в этой одежде с мужем. И я как бы чувствовала себя немножечко защищенной. Я понимала, что мне нужно к ним привыкнуть. И потом мне хватило одного дня. И потом, друзья, я сама их начала носить без сопровождения, чувствуя себя комфортно. И я понимала, видела взгляды окружающих, особенно женщин, которые были просто в восхищении от того наряда, в котором я иду. От смелости. И у меня даже спрашивали, где я купила именно эти штанишки такой модели. Поэтому, друзья, не обращайте внимания на тех, кто думает по-другому и смотрит на мир не так, как вы. По-другому и не так, как вы. Смело носите все, что вы хотите, и радуйтесь жизни. Бога любит смелых. Не устаю повторять. И подумайте о том, ну когда, если не сейчас. И если вы будете хотеть и не удовлетворите свое желание, так и уйдете из этого мира неудовлетворенными. Так что, друзья, живите и наслаждайтесь, и носите все, что вы хотите. А теперь, дорогие мои, посмотрим, какие я из всего этого создала лучки. На сегодня это все, дорогие мои. Ну, как всегда, я вас, наверное, замучила одним и тем же. Но это наша блогерская доля. Просить вас ставить лайки, подписываться на канал, потому что для нас это очень важно. Мне хочется, чтобы мое видео YouTube рекомендовал большему количеству людей. Чтобы они смотрели, что-то брали для себя, получали удовольствие, радовались вместе с нами. Чтобы наша команда счастливых людей увеличивалась. А я вас буду ждать, как всегда, с радостью и любовью в следующем ролике. Пока-пока, дорогие мои. Вот и мой наряд новой, девочки. Да, забыла сказать, что все три вещи вместе обошлись мне, если перевести в доллары, в 146 долларов. Я считаю, что для трех вещей и именно из магазина Мия это недорого. Ну, как вам, мои новые штанишки? Вот видите, почему я купила эту футболку? Потому что она просто идеально сюда подходит. Возможно, без нее уже все смотрелось бы совершенно не так. Ну, как можно не любить такие штанцы? Кстати, они у нас в Израиле очень популярны. В них ходят не только женщины, но и мужчины. Кому нравятся такие штанишки, и вы боитесь их носить, я думаю, что мечты должны сбываться. Поэтому смело надевайте и не обращайте внимания на тех, кто что-то может сказать. И вообще вам никто ничего не скажет. Вот вспомните мои слова. Прежде чем надеть какую-то вещь, которую вы боитесь надеть, просто подумайте, что может случиться с вами. Ничего. Вас не побьют. И ничего страшного не произойдет. А наоборот, будут на вас смотреть с восторгом. Даже те, которые стесняются ходить в таких штанишках. И второй образ, я не удержалась, и снова мои любимые штанцы. Добавила сюда рубашку цвета хаки, бордовую шляпку, мою любимую сумочку горчичную и шарфик. Ну и, конечно же, кроссовки в цвет шляпи. Я думаю, получилось очень неплохо. Как вы считаете, девочки? Пишите свое мнение. Оно для меня очень важно. Пишите, любите ли вы такие штанцы, ходите ли в них или собираетесь их надеть. В общем, ничего не бойтесь. Смело носите и радуйтесь жизни. Мечты должны сбываться. Берегите себя. Пока-пока. Увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok